В этом видео мы будем работать с арк-объектами, то есть арк-объект SDK, кодов.нет. Данная версия арк-объектов работает для Argus 10.0, и для этого нам необходима Visual Studio 2008. Соответственно, все это бесплатно скачивается, и в качестве примера работы с арк-объектами было решено сделать то, что невозможно сделать с помощью бетона, а именно изменить цвет слова. В том числе невозможно изменить цвет слова с помощью бетона. То есть приходится использовать готовый лир-файл в случае работы с арк-пи и с бетоном. Итак, после установки арк-объектов нам при открытии Visual Studio предоставляется возможность воспользоваться конструктором аргисовского проекта. То есть мы нажимаем файл, новый проект, и мы видим здесь вкладку два типов проектов, мы видим вкладку аргис, и мы видим, какие расширения мы можем писать. Выберем десктоп, дополнение, и именно арк-мэп. То есть мы опять напишем кнопку, которая будет менять цвет слоя, цвет первого слоя в списке слоев. Для этого нам нужно создать арк-мэп.бин и как его назвать. То есть создаем его first-layer-color. Ну и какую-то папку по умолчанию создаем, нажимаем ok. И мы попадаем в конструктор метод данных, который мы в тот раз заполняли вручную в коде. То есть название, автор, какое-то описание, картинку можем добавить, и нажимаем next. И здесь мы выбираем, что именно мы создаем, какой тип настройки. В данном случае мы создаем кнопку, опять-таки можем назвать как-то класс, дополнение, но давайте напишем. И вот обратим внимание на категорию, это add-in controls, то есть когда мы будем нажимать customize, comments, и мы будем искать категорию add-in controls. Ну, картинка я стала такой же, все это я менять не буду, пусть будет так, и нажимаем finish. И у нас создается проект под названием first-layer-color, где мы видим метаданные, которые мы только что заполняли. То есть в арт-мэпе, в командах создалась кнопка с определенным ID, с классом, с сообщениями, советами и так далее, подсказками. И вот категория, еще раз обращу внимание на категорию, в которой сохранится наша команда. Но, чтобы добавить функционал в класс, который создался, нам нужно изменить файл button1.cs, а именно нам нужно изменить метод onClick. То есть вот сюда мы и запишем нашу логику, которую мы хотим сделать. Я ее скопирую, потому что у меня это уже написано, и разберем по пунктам, что там должно быть. Скопировали, сохранили. Как мы видим, сейчас все подсвечивается красным цветом, потому что не импортированы ссылки. То есть references, и теперь здесь есть отдельное, помимо добавить ссылки, есть еще добавить арбисовские ссылки. Вот их мы и добавим. И дальше наши мы можем нажимать и добавлять, использовать ту или иную ссылку. Как мы видим, вот здесь у нас не возникает такого сообщения, значит мы не импортировали нужную ссылку. А именно нужно добавить System Windows Forms. И так как мы ее сюда уже добавили, она перестала подсвечиваться красным цветом. Еще нам нужно добавить Ezreal Disk Display. И все теперь работает без ошибок. Отлично. Сохраняем. Теперь смотрим. Во-первых, можно посмотреть, как оно работает, нажав Debug. После того, как я нажму Debug, у меня запустится ArcMap, и в нем я могу проверить работу данной кнопки. Как это сделать? Я должен зайти, нажать правой кнопкой мыши на название проекта, нажать свойства, и в пункте Debug я могу поставить программу, которая будет запускаться для отладки моего кода. То есть здесь, естественно, стоит сейчас ArcMap.exe. Я могу выбрать любую, то есть когда я пишу настройку для арт-каталога, я выбираю арт-каталог. Когда я там пишу настройки для еще чего-то, я выбираю, соответственно, еще программу. В данном случае это ArcMap. Но, то есть я нажимаю Debug, и у меня запускается ArcMap. Код при этом я уже не могу редактировать. Скорее всего, вот у меня пишут, что сейчас он может быть только прочтен во время того, как происходит оплатка. Вот у меня запустился ArcMap. Открываю этот проект. Итак, у нас здесь есть точки и линии. И я хочу добавить сюда свою команду. Для этого я нажимаю customize mode, comments, и, как мы помним, наша команда будет вот в данном списке команд. То есть в такой категории 1.com. И так, вот он, категория, adding controls. И здесь появилась my first layer color button, которую я могу перетащить в любое место на панели управления. Я перетащу ее вот сюда. Это будет наша правая, самая правая кнопка. Ну, а лучше сюда будет. И закрою. Теперь при нажатии на эту кнопку, во-первых, у нас было два сообщения, и у меня поменялся цвет первого слоя. То есть с синих точек он стал красным. Ну, теперь можно это закрыть и продолжить работу с кодом. Итак, что происходит в коде? При клике на кнопку создается переменная mf, типа imap, переменная pmxdoc, типа imxdocument, которая равна текущему документу карты. И переменная mf присваивается назначение текущей карты в текущем документе. То есть текущий фокус карты. Дальше берется первый слой в списке слоев карты. То есть у imap есть метод getLayer, который на вход получает параметр в виде индекса слоя. В данном случае это нулевой индекс, то есть самый верхний слой. И в переменную layer, типа official layer, записывается данный слой. Для проверки используется отладка в виде messagebox.show и показывается имя слоя, который был прочтен. Дальше. Создается переменная geolayer для дальнейшего изменения типа отображения. И приравнивается к слою с типа iGeoFitchLayer. То есть мы можем в интернете посмотреть, что такое GeoFitchLayer. Вбив в гугле именно вот так iGeoFitchLayer и перейдя по первой ссылке. И мы увидим все его свойства, методы, вложенные и не вложенные. Тип iGeoFitchLayer позволяет нам в дальнейшем достучаться до графики и изменить эту графику слоя. Затем создается переменная simpleRenderer, которая равняется свойству рендера geolayer, то есть географического слоя, и с типом iSimpleRenderer. То есть в данном случае мы должны быть уверены, что наш слой отображается именно через simpleRenderer. То есть это однотипное отображение для каждого объекта. То есть в данном случае у нас все объекты были отображены одними и тем же символом, то есть синей точкой. Если у нас какой-то другой тип отображения, какой-то градиентный или же по какому-то полю, мы должны это знать и, соответственно, сюда вбивать соответствующий тип отображения. То есть не iSimpleRenderer, а что-то другое будет. То есть simpleRenderer это такой подтип фичи рендерера, и вот какие бывают рендереры. То есть какие бывают отображения. Диаграммчатые, классбрейтс. И вот в том числе мы видим здесь simpleRenderer. Вот есть еще и генитвели, ну и так далее. Вот это все можно здесь посмотреть. Опять-таки как найти, надо вбить iFeatureRenderer. Вот сюда вот. Ну и вот у iSimpleRenderer есть свойства символ, которые используются для отображения каждого объекта. Дальше идет небольшая проверка. То есть эта проверка как раз на то, является ли simpleRenderer отображением нашего слова. То есть правда ли у нас слой отображается единым значком для всех объектов или же нет. И, соответственно, если нет, то функция на этом прекращается. И не происходит по сути ничего. Но если же она идет дальше, мы опять выводим какое-то сообщение себе, чтобы понять, что функция пошла дальше. И в дальнейшем нам надо сейчас просто поменять символ данного слоя. То есть мы создаем переменную символ, которая приравнивается к текущему состоянию символа данного слоя. И переменную markerSymbol, которая приравнивается к символу, то есть к текущему символу слоя, с типом iMarkerSymbol. То есть это точечное отображение. Ну и опять-таки, если это были не точки, тогда функция не вернет ничего. То есть, допустим, мы с линиями работаем. Тогда здесь надо было бы написать не markerSymbol, а iLineSymbol. Но в данном случае мы работаем с точкой, то есть первое слово у нас в проекте, это точечное слово. И поэтому вот это выражение не выполнится, и код пойдет дальше. Дальше мы просто меняем цвет через конструктор newRGBColorClass, где указываем цвет, равный красному. Сейчас мы видим red 255 и green 2 по 0. И дальше мы приравниваем simpleRender и его свойство Symbol, то есть символ данного слоя, мы приравниваем к уже измененному символу, который мы поменяли вот здесь. И слой становится красным. И дальше идет обновление карты, то есть не просто ActiveViewRefresh, а здесь используется функция partialRefresh, где на вход подается тот слой, который мы хотим обновить. Ну в методе onUpdate пока ничего не происходит, я вам покажу, что это значит сейчас. Понятно, что вот эту строку мы могли бы заменить, то есть закомментировать, и вместо символа вот здесь поставить бы вот это. Да, а здесь уже не надо ничего. То есть так было бы строчек на 2 меньше, но предыдущий код более подробно описывал то, что происходит. А так мы получается маркер символ приравниваем к символу данного слоя, уже с типом iMarkerSymbol, и просто меняем цвет в данном слое. И все, и он работает. То есть вот мы сейчас сохранили, нажали дебаг, попали в Argus, и нажали еще раз кнопку, и все сработало. То есть вход остался рабочий. Как я уже говорил, если мы хотим изменить цвет линии, то iMarkerSymbol мы должны изменить на iLineSymbol. Сохраняем и запускаем дебаг. То есть если мы меняем местами слои, и первый слой у нас становится слой с линиями, мы запускаем нашу надстройку, и цвет линии становятся красными. Если же сверху будет слой с точками, и мы запустим слой с точками, то ничего не случится, потому что вот на этом моменте у нас маркер символ равен нулю, и функция не возвращает ничего. Теперь давайте посмотрим, что происходит, если будет ошибка в коде. То есть мы закомментируем вот эту строчку, и применим функцию к точкам. Применим нашу надстройку к точкам. То есть переменная MarkerSymbol будет пустая, однако в коде будет записано, что необходимо изменить свойство color этой переменной. И, естественно, будет ошибка. То есть когда возникает ошибка при отладке, то происходит вот такое вот. Выпадает такое окно, и отладка прекращается. У меня пока не дали. Вот. И, соответственно, необходимо вставлять определенные строки для отладки. Так, и, наконец, последний метод onUpdate. Что здесь происходит? Это постоянное обновление проекта. Постоянное обновление ArcMap. То есть, если мы сюда запишем всплывающее сообщение, то оно будет постоянно возникать. Вот. Я нажимаю отладку. После запуска кнопки, то есть после нажатия на кнопку, будет постоянно возникать сообщение. Вот оно постоянно возникает. И это метод onUpdate. Вот, собственно, на этом все. В следующий раз посмотрим, что такое Docable Windows. То есть еще один тип настройки, которого нет в Python, и который можно сделать с помощью C Sharp.